Перворайские металлурги завершают ремонты в подшефных школах и детских садах. 1 сентября юные перворальцы увидят обновленные кабинеты, коридоры, актовые и спортивные залы. Какую работу провели сотрудники градообразующего предприятия в преддверии нового учебного года, увидела наша съемочная группа. Нам необходима красивая сцена и, конечно же, соответствующего цвета полу. Потолок белый и чистый, стены покрашены в яркие цвета. Актовый зал в школе поселка Новоуткинск ждал ремонта несколько десятилетий. К новому учебному году его обновляют подшефством цеха эксплуатации подъемных сооружений Первоуральского новотрубного завода ТМК. В прошлом году руководство предприятия и школа номер 26 заключили соглашение об оказании шефской помощи. Почта наша сбылась. Теперь у нас красивый, уютный, замечательный актовый зал, где мы будем принимать не только наших школьников, но и наших гостей и, конечно, уважаемых родителей. Все, как мы хотели и даже еще лучше, что он будет настолько уютным, мы не предполагали. Шефскую помощь металлурги традиционно оказывают в летние каникулы. За каждым подразделением градообразующего предприятия закреплено одно из образовательных учреждений города. Это важная часть реализации социальных программ завода. Это вот все создает, наверное, более такие комфортные условия, повышает качество, повышает эффективность образовательных процессов. Я точно уверен, что это такие вот инвестиции в будущее и очень хочется надеяться, что вот те ученики, которые сегодня сидят за партами, будущие выпускники, получив высшее образование, специальное образование, конечно же, вернутся в наш город. Нашему сотрудничеству с системой уже более 10 лет, за что огромное вам спасибо. В этом году 19 подшерстных школ приняли помощь от вас и один детский сад. Мы, конечно, хотели, чтобы наша работа продолжалась дальше. Все необходимые виды работ, проводимые в рамках шефской помощи, руководство, школ и металлурги определяют совместно. В ремонтах принимают участие и сами сотрудники подразделений. Это ведь помощь, она на самом деле не только вот чисто для того, чтобы просто помочь, там для галочки, это и развитие городской среды, комфортные условия для наших жителей, для наших детей. В школе номер 7 этим летом шефы поменяли таблички на всех кабинетах и привели их к единообразию. Кранировали деревья, подстригли газоны, отремонтировали учебный класс. Самым крупным, пожалуй, это был ремонт кабинета номер 49. Это кабинет начальной школы, это очень важно, чтобы первый класс пришел в новое красивое помещение. И наши шефы постарались, то есть было сделано практически все. Были отремонтированы стены, линолеум, новые лампы установлены бесшумные, экономичные. Окно было отремонтировано, то есть сейчас кабинет полностью готов к учебному году. Ремонт металлурги провели и в Первоуральской школе, реализующей адаптированные общеобразовательные программы. В здании провели косметический ремонт холла на первом этаже, двухлестничных пролетов, а также заменили линолеум в столовой. Хочется сказать огромное спасибо за то, что с первого нашего обращения к вам за помощью мы услышали в ответ «да». И на протяжении уже многих лет косметический ремонт в школе проходит просто, знаете, в преддверии нового учебного года на «Ура». Ремонты во всех учреждениях металлурги завершат к первому сентября. Вместе с тем шефы уже строят планы по оказанию помощи школам и детским садам в следующем году. Екатерина Сердитых, Денис Хромцов и Андрей Волков. Новости Первоуральск.